Буду честен. Винограды из меня как пули из экскрементов, но тем не менее в этом году у меня получилось вот в средней полосе России вырастет такой шикарный мускат. Вот. Сорт я уже не помню, какой был, когда покупался. Лозе уже 8 лет. Мало того, эта лоза один год сильно пострадала. При укрытии в зиму я ее обломил, но сейчас вот восстановилась и дала мне в этом году довольно неплохой урожай. Я срежу грозди, взвешу и скажу, сколько же с этой лозочкой у меня суммарно получилось. По прогнозу погоды в ближайшие дни начнутся дожди. Я решил не ждать, хоть виноград еще не совсем вспел. Буду собирать и пробовать ставить. И так, как я и говорил, это мой, в общем-то, первый опыт. Ну, я до этого пробовал с покупного делать. И с покупного винограда ничего хорошего у меня, к сожалению, не получилось. Кроме какой-то слизи. Не очень приятного запаха. Вот. Начитал все литературы. Пересмотрел я кучу всего в интернете. И сейчас хочу попробовать вот именно из своего винограда. Я его не мыл. Ничего. Как бы цветок снят. Сейчас начну его перегорку. Приготовил кастрюлю, в которой разомнул. Кастрюлю из нержавейки. Дальше буду переливать в стеклянную тару. И пробовать делать вино. Но вы уже увидите, как у меня это получится. Или, возможно, даже совсем и не получится. Ну, виноградик, конечно, в этом году нереально хорош. Да и, в общем-то, как я и говорил, так как лоза была обломана, он у меня первый раз дал именно настоящий урожай. Среди множества возможных рекомендаций, мне понравилось то, что все-таки отделять ягоды тщательно, убирая подгнившие или же пораженные болезнями. Поэтому я буду вот потрошить все это дело полностью, просматривать и убирать все лишнее. Хотя говорят, что это неправильно. потому что то, что я сейчас, по сути дела, отделяю, является источником получения чачи. То есть вот из этих вот гнилых, там, неправильных ягод из отжима надо делать чачи, но я боюсь рисковать, у меня не так много получилось винограда. О, какой красавчик! Да куда же ты опять-то назад полез? В общем, отделять буду ягодой от гроздей. Просматривать их. Процесс совершенно банальный и неинтересный. Не буду вас этим занятием утомлять. Когда переберу, буду дальше снимать. Ну, вот такое количество у меня получилось в этом году урожая. Пора его начинать мять. Конечно, прикольно, когда это делал Челентанова в известном фильме. Ну, я вот тщательно промыл руки, чтобы не занести никакой гадости. И попробую вот так вот добыть нужный нам сок. Надо сказать, довольно тяжелое занятие. Ягоды хоть и очень спелые, но довольно-таки прочные. Становится понятно, почему ногами. Никакой эспандер не нужен, чтобы такое тяжелое занятие осуществлять. Запах, конечно, стоит совершенно потрясающий свежести, какой-то сладости. Есть разные рекомендации, я читал, что и на мясорубке крутить и использовать специальный пресс виноградный. Но пресса у меня нет, а на мясорубке я бы такое делать не рискнул, потому что, во-первых, перемелятся косточки и, наверное, не наверное, а стопроцентно испортят вкус готового продукта. Поэтому уж лучше вот помучиться. возможно не надо так тщательно все это делать. Вероятнее всего, ну я так предполагаю, что через какое-то время не нарушенные ягоды все равно свое отдадут и перед тем, как уже вино отправлять на сбраживание, их можно вторично перемять, потому что они будут более мягкие и податливые. Но так как эксперимент в моей жизни первый такой, хочется сделать все прям идеально. Ягоды не мыты, где-то около недели дождей не было, поэтому надеюсь, что те самые виноградные или винные или как их там правильно называть, дрожжи естественные на ягодах в достаточных количествах сформировались и позволят обеспечить правильный процесс брожения. Так и подмывают, взять какую-нибудь толкушку или что-то типа того. если в будущем году виноград хорошо зацветет, даст преднамеренно приличный урожай, возникло у меня вот в этом занятии одна идея, как изготовить достаточно несложный пресс, хотя, наверное, вот зимой в свободное время я его и изготовлю, потому что вот это, конечно, трудоемкий процесс, вряд ли он того стоит. Можно придумать одно устройство, но у меня уже в голове сложилось, я его, наверное, зимой сделаю или когда просто свободное время появится. я обязательно продемонстрирую. Виноград, слава богу, теперь в любое время можно купить. Просто куплю винограды и, понятное дело, что из покупного вина нормального не получится магазинного винограда. а вот попробовать тот механизм, который мне в голову пришел, будет в самый раз. Все труднее ловить целые ягоды. знал бы, что это так неправильно, так бы не делал, наверное. Вот мой урожай в 10 килограмм превращается сейчас вот в это вот количество как бы назвать предвиненной массы. Прикольно было бы, если бы целые ягоды всплывали, однако почему-то наоборот. Они находятся в основном на дне. Да, рекомендуется, конечно, все это делать в деревянных или глиняных емкостях, но вот такого размера у меня глиняной емкости нету, а деревянные заняты всякими настаивающимися напитками, поэтому я на свой страх и риск выбрал кастрюлю из нержавейки. Думаю, что она в принципе позволит получить нужное мне биологическое, бактериологическое, эргономертическое состояние вот этой массы. Ну как, вроде как почти все, почти уже целые ягоды не попадаются. В целом вот процесс конечно утомительный, но не такой долгий. Хотя и объем небольшой, если бы тут было 100 кг, то можно было с ума сойти вот так вот это все давить, мять. Поэтому все-таки я заморочусь с той штуковиной, которая мне тут в голову пришла. Хотя конечно наверняка всякие прессы продаются, все это не проблема. Как вот например в моем видео, в котором я рассказываю как с яблоками работать. Есть яблочные прессы. Но вот у меня есть там сильно крутой в свое время прикупил, надеялся все это делать, но он не оправдал ни денег вложенных, ничего. Потому что когда я его купил, я попробовал на нем обрабатывать яблоки, он забился мгновенно. А вот мясорубка в плане яблок идеальный случай оказалось. А фирменный пресс так и валяется в кладовке. Один раз я его попробовал попользовать, потом замучился отмывать, вычищать. Так и стоит. Вот он подойдет для каких-то других ягод или плодов. Но только не для яблок. Хотя может меня и обманули. Возможно он на это не был изначально рассчитан. Так, ну вот вроде как все передавил, все почти поймал. Где-то наверное еще остались какие-то ягодки мною упущены. Я думаю что в процессе начального сбраживания, формирования дрожжевой культуры они как я и говорил станут помягче и потом когда я уже буду всю эту массу дальше перерабатывать они скорее всего легко отдадут сок в них содержащийся. Теперь убираем все вот это хозяйство накрываем и три дня регулярно перемешиваем ждем процесса сбраживания и формирования дрожжевой культуры которая начнет перерабатывать сахар в алкоголь ну на этом все отправляю на отстаивание на формирование буду помещать в помещении где у меня температура не поднимается выше 18 градусов есть у меня такая комнатка на северной стороне дома вот не хочу относить ни в какие технические помещения во избежание попадания чего будто ни было неблагожелательного сюда а в доме как бы контролировать попроще ну и это же видео снимать будет проще не надо далеко ходить или таскать или таскать эту емкость вот сегодня получается первая ночь завтра я днем это перемешаю и наверное если будет что снять сниму так буду перемешивать по мере сил хотя бы стараясь раз в 8 часов это делать может быть короткими видео это все дело сопровождать в смысле съемка этих видео вот и давайте давайте понаблюдаем мне интересно надеюсь для вас это тоже будет в какой-то степени интересно и познавательно прошло 12 часов посмотрим ну пока кроме изменения небольшого цвета я ничего интересного не вижу будем ждать дальше 36 часов от начала опять же не наблюдаю ничего напоминающего сбраживания на пятый день чудо все-таки произошло и пошло брожение уже запахло венцом легким вот теперь пора разливать стекло и делать первое уже винное сбраживание два два дня как я процедил ну не процедил а убрал оболочку виноградную отсюда с косточками вот активно бродит мутно но шипит хорошо значит процесс идет сейчас я попробую померить сколько там сейчас уже спиртового содержания суммарно получается ровно неделя от старта чуть больше 4 градусов набрало прошло еще 12 часов и вот видимо процесс пошел более активно дрожжевая культура себя почувствовала комфортно и уже 6 градусов набралось после удаления отжимков или отжима который оставался от винограда то есть чешуйки там косточки и процеживание продукта я его поместил вот в 5-литровые бутылки он добродил осветлился выпал в осадок сейчас я сниму с осадка и отправлю уже в аппарат сред залит собираем куб и так а Пошел процесс. Головы я уже снял. Они пойдут на розжиг для мангала. А сейчас посмотрим, сколько получится на выходе с этих 7,5 литров, приблизительно, может быть, 8 литров сырца или сырья. Вот уже 400 грамм. Взял прямо со струйки промежуточный анализ. Показывает. Ох! Ну, поверьте на слово, там 60 градусов, то есть пока еще есть что брать. Отбор я перестану, ну, я прекращу отбор после 40 градусов на тесте. Накапало 700 грамм. Замер показал 50 градусов, то есть отбор продолжается. Литр пройден. Пробная, взятая, показывает 40. Я процесс останавливаю. Больше отбор делать не буду. То есть получилось гораздо больше, чем я рассчитывал. Я думал, будет грамм 700-750. Но вышло, я думаю, где-то литр 200. И плотность средняя составила чуть больше 50 градусов. Вот. На ориометре ну, не видно, но чуть больше 50. Субтитры создавал DimaTorzok